здравствуйте уважаемые телезрители меня как-то спрашивал кто-то почему ты не снимаешь свою работу так хочу снимать то все обычно банально и скучно такого контента на ю тубе вагон и маленькая тележка но я сейчас заехал работаю товарища уже пару дней чем дом он строит это тоже лет 15 ну и отопление и водопровод и канализацию вот все это время ну лет десять уже как начались инженерка это все постоянно делается переделается что-то по частям что-то добавляется убавляется короче бесконечная стройка вообще вот изначально видите здесь выход из планировал сверх топливный котел и котельная чего ниже остального уровня потому что планировала система самотёком потом решили сделать с бюкерной емкостью там короче она вообще на втором этаже в другом конце дома должна была быть вот но потом подвели газ повесили газовый котел короче решил вообще нафиг все это твердотопливный про все это забыть потому что пока строился этот дом и делалась вся эта инженерка и отделка дети выросли разъехались и теперь стоит довольно таки большой дом в котором живет по сути мой товарищ виталик с супругой ириной вдвоем вот так то что у нас здесь ой освещение так ну естественно наш православный полипропилен куда же без него это на второй этаж пошли трубы на коллектор вот здесь внизу вот так вот вот здесь вот краники кстати они по звуку я решил решил сначала что это нитка но это нет только ручки из такого пластика все остальное это полипропилен потому что мне вот я приезжаю там коробка стоит я не знаю куда там берутся запчасти в общем я использую тоже есть тоже мне даст виталик с того и делаю так вот так вот здесь значит у нас православный полипропилен потом немножко аутентичной меди на пайке самодельный смесительный узел вот ну естественно целая гора сухаруковского металлопласта но с этого полиэтилена то бишь металлопласта без алюминиевой шкурки и нержавейки на пресс извините не завезли а был бы твердотопливный котел так еще немножко тут чернухи наварили бы ну тогда был бы полный комплект а так шума ему тума ему вот ну все это конечно когда-то соединиться точнее хочу когда-то сегодня сейчас виталик поехал на рынок еще больше запчастей купить я решил поснимать пока его нет а то приедет блин начнет бухтеть блин что я тут видосики снимаю они мерзнут здесь в общем ничего интересного обычный гараж где-то там спрятался радиатор так кстати что у нас коллектор наверху что-то в котельной не поставил а потому что вот когда-то виталику захотелось сделать здесь вот натяжной потолок надо было срочно закинуть две трубы просто чтобы были а там потом разберемся а потом мы вот разобрались вот у нас потолочное отопление то есть того коллектора мы опустились опять на первый этаж и под потолком потому что здесь поперек балок вот туда радиатор завели потом вот на над этим окном на втором этаже будет еще один радиатор там уже завели вдоль балок да по моему прошли вот это наверно на полотенчик на второй на второй этаж да здесь это все планируется зашить когда-нибудь возможно когда-нибудь это все будет доделано это белье провод то есть сверху белье кидаешь бах и прям настирал полно было с верхней загрузкой покупать тогда было бы вообще козырно так что здесь ну да это работа два назад назад я повесил так до сих пор вот так это все и висит и стоит но зато есть единический душит на встроенной стеночку пока все без отделки вот так вот люди и живут строятся всю жизнь да тут скажу что за раз не сделать да блин тупо денег нет сейчас уже виталик супругой работают во франции то сейчас уже немножко больше зарабатывают и думаю за года два-три должны закончить что пойдем на второй этаж глянем о столов мне очень нравится как он сделал а то есть не у даже нету плитки зато наверху вообще классно такое ощущение простора и высоты прикольно да вот наш один радиатор 2 кстати о плиточку виталик положил в ванной тут тоже был сначала был обычный смеситель а потом виталик решил таких немножко денежки появились сделать устраиваемый и ночью все так плотненько подошло ночью я молодец короче резьбочки хорошо вывел короче я молодец там тоже все хорошо все это чистовуху уже виталик сам устанавливал и умывальник тоже только по моему умывальник планировался вот такой маленький сколько я помню что я по-моему переделывал резьбы а ну да это уже виталик сам отключил вот здесь должна была когда-то раньше была буферная емкость и теперь здесь домик для хоббитов так что тут свет есть довольно таки уютненько можно жить и вот наши выходы которые сбуферные а это я вообще а это воздух ну это просто виталик везде развел воздух чтобы пыль сдувать не знаю зачем так захотел на дальше в принципе ничего особенного тут коллектор за этим стенку и обмуровал вот все обычно скучно и однообразно ничего особенного ну что радиаторы греют все окей да кстати дверей так до сих пор и нет зато есть красивый зеркальный потолок ну все работает так что бы ему не работает то господи так ну а так как за все это время уже как бы забыто где какие контуры теплого пола идут когда это все заполню раз воздушу подключу вот я буду отсюда все это дело снимать а виталик будет на рано полу мелками чертить где у него какой контур после 10 лет просто все мои проекты где-то безвозвратно утеряны еще такой момент вот уже бы сухоруков радостно потирал бы руки на смотрим раз муфта 2 муфта 3 муфта 4 5 8 10 рукожоп полипропиленщик но дело в том что если 10 лет делать отопление и периодически что-то соединять на времянку потом блин что-то опять добавлять что-то убавлять то вот так и получается поэтому я часто когда вижу вот этих кучу муфта совсем не обязательно потому что типа человек рукожоп блин ой спаял ой не не так блин да и перепаял да нет просто очень часто многие ну тупо из-за нехватки денег вот так делают по частям потом переделают и просто ну жалко опять же из-за нехватки денег тратить деньги на то чтобы делать все по новой а так как эти муфточки на полипропилен ничего не стоит то почему бы и нет в конечном итоге людям уже не так важна эта вся красота им лишь бы уже просто пожить в конце-то концов ну ну серьезно пол жизни строить дом так ладно что-то я много говорю надо уже что-то делать после виталик хоть и мой друг а если делать кому-то отопление 10 лет то он по-любому станет вашим другом а то и родственник так же ладно все пошел я работать сейчас приедет рубаться будет ну что наконец-то ты делал вот такая фигня получилась короче трубы решили похоронить тупо засыпать песком это не моя идея это виталика кто-то скажет что надо было настоять что так нельзя делать вы просто не видели виталика у него 210 роста 27 килограмм вес и кулак размером с мою голову он конечно парень с чувством юмора но может шутя и ушатать да и кстати он сказал мне нафиг не надо вот эта цветная фигня сверху я хочу говорит белые трубочки я их помою они будут белые и красивые так сейчас ищем где у нас куда идут эти подогревы полов вот эти две трубы это вообще оказалось воздух их надо соедините тоже куда-нибудь в уголок вывести так ну шо ну как то так так выясняем где у нас какой контур полосочки трубочки так так как проект безвозвратно потерян будем помечать здесь в общем понятно что до самых ступенек я моя рука сейчас я подальше стану прикол а вон кухня наша офигеть прикольно следите число и вот он идет вот а под холодосом наверное мы не делаем да 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 отступал вот вот под холодильником я отступил ну это ты мне сказал потому что я вряд ли бы блин сам бы откуда я знал где холодильник а ну понятно да вот как раз по краю получается холодильника вот здесь вот он получается мы отступали а то есть уже даже через гинолеум чуть виднеется да ну видишь трубы уже видит и вот здесь эти две трубы здесь у нас транзит ну да мы потом на бумагу перенесем просто уже будем знать тут нарисуем такую же картиночку а здесь камин так так загрел второй контуру пока одни в Киеве запознаем разрывают другие опять пустились угу так у нас еще осталось прихожая и еще будет там парочка контуру ну вот он под диван заходит по ножку в диван вот а и там докуда сейчас найдем докуда да где-то у нас блин зараза где-то под диваном закончился как вы сейчас увидите диван двигать надо на вот здесь он идет здесь у нас угол значит скорее всего две трубы на прихожую и киеве колотить так ну что идем искать может где-то еще один контур проявился дверь мы потом ставим ну может быть не замерзнешь тут обувь ставь все равно на входе тогда интересный стал скидываешь все равно здесь что ж не будет на входе все значит остался один только контур вот тот ну все открываем его остался последний перед ванной ну уже чтобы проверить что он работает что не за воздушным кстати что у нас ванной то есть виталий говорю все последний контур начинает прогреваться уже фиолетовый да я уже поснимал на финал до порядка ой эх хуета ну в смысле красота так так все и воздух вывезли чтобы котел продувать сразу если что-то не так это не я так это у нас вода на гараж так так чтобы